В догонку к теме об образованности и образовании хочу добавить, что меня приятно удивила нежная любовь аргентинцев к чтению. Не имея возможности сравнить в этом отношении Аргентину с другими странами мира, в Аргентине читают практически всюду. Причем большей популярностью пользуются печатные издания, а не их цифровые аналоги. В книжных магазинах часто не протолкнуться от обилия посетителей, которым нередко предоставляется возможность посидеть в уютном кресле и почитать выбранную книгу, дабы окончательно убедиться в необходимости ее приобретения. Уж чего-чего о книжных магазинах в Буэнос-Айресе в избытке. И в связи с этим хотелось бы рассказать своим читателям об одном книжном магазине, который известен далеко за пределами Аргентины, а британский журнал Гардин назвал его одним из самых больших и красивых книжных магазинов мира. Речь идет о роскошном Эль-Атенео Грэнд-Сплендит, находящемся в районе Палермо на улице Санта-Фе. Вы можете задаться вопросом, а что такого особенного может быть в книжном магазине? Ну, разве что действительно его размеры и обилие ассортимента? В ответ позволю себе хитро улыбнуться и попросить вас не спешить с выводами. Эль-Атенео Грэнд-Сплендит – единственный в мире книжный магазин, расположившийся внутри театра 1919 года, спроектированного архитектором Армэн Гойи. Этот период в жизни страны в целом и ее столице в частности, был ознаменован культурным и строительным бумом. Именно после Первой мировой войны Буэнос-Айрес по праву был назван Латинским Парижем, а жизнь в нем расцвела, подобно жаккартовому дереву, украшающему улицы аргентинской столицы весной. С начала 20 века европейские иммигранты привезли с собой частицы своей родины, и культурная жизнь Буэнос-Айреса обросла новым смыслом и содержанием. На музыкальном небосклоне расцвели такие звезды, как Карлос Гардель, Франциско Канаро и Игнасио Корсини. Театр имел свою собственную звукозаписывающую студию, и артисты могли записывать свои выступления, не сходя со сцены. С середины 20-х годов театр Grand Splendid перепрофилировали в кинотеатр, где показывались первые звуковые фильмы аргентинского кинематографа. С наступлением нового тысячелетия киноторговая сеть El Adeneo вдохнула новую жизнь в изрядно состарившееся и подзабытое здание. Попав внутрь, вы оказываетесь в роскошном просторном фуе, повсюду золотая лепнина, кованые золотые светильники на стенах, хрустальные люстры и разные элементы из дерева, которые остались в своем аутентичном виде после ремонтно-реконструкторских работ. Обходя книжные стеллажи, вы проходите дальше вглубь здания, где вас поджидает первое потрясение. Перед вашим взором предстает просторный зрительный зал, ослепляющий обилием позолоченных украшений и элементов декора. Золото балкончиков лож и амфитеатра воистину по-королевски сочетается с глубоким бордовым цветом, тяжелого занавеса и обитых бархатом перил. На месте зрительного зала, вмещающего в свое время 1050 зрителей, красиво расположенными рядами стоят книжные стеллажи, а в некогда находящихся по периметру ложах размещены уютные кресла и журнальные столики, где каждый может уединиться с выбранной книгой хоть на весь день. Этажей в бывшем театре несколько, и каждый из них предлагает просто сногсшибательный выбор печатных изданий самых различных направлений. Пребывание в Эля Тенео Grand Splendid может занять от двух до четырех часов, даже если вы просто зашли осмотреться, а не приобрести книгу. За это время, конечно же, можно проголодаться и начать мечтать о горячей чашечке кофе. Что ж, вас и тут ждет сюрприз. Прямо на сцене, в святая святых любого театра, расположено кафе, предлагающее посетителям напитки и легкие закуски. Честно признаюсь, сидеть в этом кафе было, ну, очень необычным опытом. Фактически, вы едва успели отойти от первого потрясения. Как вдруг вы оказываетесь сидящими там, где много десятилетий назад выступали легенды мировой музыки и театра? Вот вы сидите, озираетесь по сторонам, разглядываете нереальный по своей красоте потолок, расписанный испанским живописцем Назарено Орланди и символизирующий окончание Первой мировой войны. Как вдруг из-за кулис появляется официант с вашим заказом на подносе и ставит перед вами долгожданный кофе с круассаном. Вы неспешно потягиваете бодрящий напиток и продолжаете недоумевать от осознания того, где находитесь, и странным образом, чуть ли не на физическом уровне, ощущаете призрачное присутствие великих людей, прославивших Аргентину на весь мир. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok